Здравствуйте, друзья, с вами Вяткин Александр, и это канал Команда Госплюс. В сегодняшнем ролике мы поговорим о способах подключения дома к электросети, рассмотрим плюсы и минусы имеющихся вариантов, ошибки, которые чаще всего допускают мастера при их использовании, узнаем, что такое пен-проводник и как правильно его разделить, и еще немного оскорбим чувства верующих в систему ТТ. Ролик будет разбит на главы для вашего удобства, а на некоторое оборудование, которое мы сегодня будем показывать, я оставлю ссылки в описании. Приятного просмотра! Итак, какие есть способы подключить частный дом к электричеству? А способов всего два, подземный и воздушный. Давайте сначала разберемся, какие есть плюсы и минусы у этих двух способов. Не буду тянуть резину и сразу скажу, единственный плюс воздушного ввода это низкая стоимость и относительная простота. Во всем остальном подземный ввод является предпочтительным, как с эстетической точки зрения, так и с технической. Что касается эстетики, то тут я говорю не только о висящем в воздухе проводе, идущем от опора или трубостойки до дома. Тут нечего объяснять, лианы из проводов не красят ни один участок, да и зачастую банально мешаются, если на участок нужно загнать какую-нибудь строительную технику. Дело еще в том, что самонесущий изолированный провод идеально подходит для работы на улице, но категорически не подходит для прокладки внутри помещений, так как он прекрасно поддерживает горение. И чтобы воздушный ввод был безопасным, нам необходимо еще установить на фасаде коробку для соединения провода СИП с кабелем, имеющим индекс НГЛС, заходящим в дом для питания распределительного щита. Последствия нарушения этого требования вы можете сами себе представить, ну или просто посмотрите на экран. Это самая распространенная ошибка, которую допускают электрики при монтаже воздушного ввода, увидеть которую можно просто пройдя по улице в любом частном секторе. Теперь давайте узнаем, стоит ли переплачивать за подземный ввод кабеля и получим ли мы от этого какие-то весомые преимущества, кроме эстетики. Забегая вперед, скажу, подземный ввод выходит дороже только если рассматривать его как отдельный вид работ, без учета общей электрификации участка. Но обо всем по порядку. И главное преимущество подземного ввода это разделение ПЭН-проводника за пределами дома. Многим покажется, что я сейчас что-то сложное сказал, но на деле все достаточно просто. Линии электропередач прокладываются четырехжильными проводами. Три жилы это, понятное дело, три фазы, и четвертая объединенный нулевой и защитный проводник, сокращенно ПЭН-проводник. И называется такая система ТНЦ, но эта схема электроснабжения прямо запрещена для использования внутри жилых и административных зданий. И чтобы проложить проводку в доме по всем правилам, необходимо этот совмещенный ПЭН-проводник разделить на два. Рабочий ноль и, говоря простым языком, заземляющий провод. Если мы делаем воздушный ввод, то разделять объединенный проводник на рабочий ноль и ноль защитный нам придется внутри здания. И хоть данный способ и не запрещен, но разделить ПЭН-проводник где-то за пределами здания предпочтительнее. Во-первых, потому что при обрыве магистрального ПЭН-проводника на ваше заземление будут стекать токи из-за несимметричности нагрузки по фазам. Да, это дело случая, токи на самом деле невелики, а если проводники выбраны правильно, то их сечения достаточно, чтобы выдержать это без проблем. Но зачем вам нужен в доме чужой, так скажем, ток, который вы не можете никаким образом отключить или контролировать? Второе преимущество разделения ПЭН-проводника вне дома это возможность установить проходной блок, что позволяет избежать прохождения ПЭН-проводника через клемму счетчика, что является не только наилучшим решением из возможных, но и, не побоюсь этого слова, вообще единственно верным. Дело в том, что пропуская ПЭН-проводник через счетчик, мы делаем его полностью недоступным для контроля и обслуживания, что, в свою очередь, вкупе с повальным неприменением наконечников для подключения провода СИП может привести к его отгоранию, что и будет причиной повышенного напряжения в сети и выхода из строя бытовой техники. То есть отгорание нуля может произойти не только где-то там на линии, но и в вашем же собственном счете учета. Да, фазные проводники мы обязаны пропустить через счетчик, но и ослабление их контактов не приведет к таким последствиям, как отгорание нуля. В то же время сделать более надежное подключение самого важного для нашей безопасности защитного проводника вполне возможно, так как счетчику не требуется транзитное подключение нулевых проводников, потому что нулевые зажимы соединены между собой перемычкой, и сам по себе ноль нужен счетчику только для работы его собственной схемы. И даже если бы мы предполагали разделение ПЭН-проводника не на опоре, а внутри дома, все равно применение проходного блока позволяет нам избежать недоступного для осмотра соединения. Для разделения ПЭН-проводника ГОСТом предусмотрено три варианта. Ну и пока вы окончательно не запутались, давайте посмотрим, как оно выглядит в реальной жизни. Причем в двух вариантах. С обычным счетчиком и когда счетчик с дистанционным управлением ставится на верхушке опоры и не занимает место в трубостойке. В первом варианте справа от счетчика мы видим тот самый проходной блок, о котором я уже рассказывал. И с него у нас уходят две перемычки на уже отдельную нулевую шину и шину заземления. Сам проходной блок выполняет роль ПЭН-шины, и на него же приходит провод от заземляющего устройства для повторного заземления. Как-то рекомендует делать тот же самый ГОСТ. Во втором варианте без счетчика все то же самое, только вместо проходного блока используется обычный. На первый блок приходит ПЭН с воздушной линией и также провод заземляющего устройства. От него уходят две перемычки на нулевой и заземляющий блок. Все то же самое, только с другим оборудованием. Чтобы избежать лишних вопросов, сразу скажу, шины и распредблоки можно использовать любые. Главное, чтобы подходили по размеру и количеству подключений. Есть в ГОСТе еще два варианта с двумя шинами, но при применении, например, проходного блока они нереализуемы, так как к нему можно подключить не более трех проводников, не считая ПЭН и провода заземления. А этого, как правило, недостаточно. Еще вы можете спросить, зачем нужна трубостойка без счетчика. Дело в том, что на этом объекте линия электропередач идет через дорогу от участка, а делать прокол для прокладки кабеля под землей нам, разумеется, запретили. Счетчик же здесь с дистанционным управлением и установлен на верхушке опоры без всяких ящиков. Трубостойка же для нас изготовила компания «Мехника». Это можно понять по фирменному логотипу на дождевом козырьке. Это наши партнеры, они давно на рынке, самостоятельно изготавливают и устанавливают качественные трубостойки. Производят их сами, учитывая любые ваши пожелания. В нашем случае, например, это окраска в цвет крыши будущего забора, плюс подготовка под возможное видеонаблюдение в будущем, куча уличных розеток и фонарь для освещения парковочной зоны. К фонарю мы еще вернемся, а ссылку на контакты ребят я оставлю в описании. Кстати, если приглядеться к установленному нами оборудованию, в обоих случаях вы можете видеть третье преимущество подземного ввода и разделения пен-проводника вне здания. Это противопожарное селективное УЗО, которое защищает в одной кабель, и все кабели, которые проложены на отдельно стоящие постройки на участке. Также, например, на трубостойке, как я уже говорил, установлены розетки на все случаи жизни. Но без разделения пен-проводника было бы невозможно установить УЗО и диф-автоматы по правилам, а оставлять уличные розетки без диф-защиты категорически не допускается. Ну и вы наверняка будете спрашивать, что это за черная коробочка стоит на нижней рейке. Тут-то и пришло время вернуться к фонарю, как я обещал. Это радиореле HIDE PRO для дистанционного управления фонарем. Его установка позволила сильно сэкономить на прокладке кабеля для включения светильника из дома и позволила управлять освещением парковки с помощью пульта. То есть, подъезжая к участку, заказчик может не только открывать ворота, не выходя из машины, но и включить себе свет при необходимости. Плюс включение можно производить и из дома при помощи беспроводного радиовыключателя, который можно поставить на абсолютно любую поверхность. Да и самих выключателей и пультов можно привязать к радиореле хоть до 200 штук. На всю семью хватит точно. Сами радиореле влезают даже в подрозетник. С их помощью можно, например, превратить абсолютно любой выключатель в проходной, ничего не меняя в электропроводке. Ну, если, например, это забыли сделать во время ремонта. Ну а установка сервера умного дома от HIDE PRO позволяет и вовсе управлять нагрузками и освещением со смартфона из любой точки мира, в том числе с помощью голосовых помощников. Ссылку на производитель радиореле я оставлю в описании. Кому надо, пользуйтесь на здоровье. Ну а мы вернемся к теме. Если вы посмотрите на этот чит, то тут всплывает еще одно преимущество подземного ввода. И вы не поверите, он позволяет еще и экономить. Дело в том, что часть потребителей, например, как в этом случае, бытовка и въездные ворота, находятся к счету учета гораздо ближе, чем к дому. И дешевле запитать их напрямую от счета учета, чем тащить кабели из дома через весь участок под землей. При этом питать уличные группы без дивозащиты запрещено. Поэтому мы, опять же, обязаны сделать разделение пенпроводника. А если мы сделали разделение, то объединять его обратно тоже нельзя. А в дом мы обязаны привезти уже пятижильный кабель с отдельным нулевым заземляющим проводниками. И проблема тут в том, что пятижильный СИП вроде как, если верить интернету, есть. Но я, если честно, в глаза его не видел и где заказывать, понятия не имею. Да и весь крепеж для СИПа предназначен для крепления только четырех жил. И даже если вы найдете пятижильный СИП, или решите заколхозить и вплести туда пятую жилу самостоятельно, черт его знает, как эта конструкция себя поведет со временем. Ну а если разделить пенпроводник в доме и тащить питание ворот, бытовки, освещение забора и прочего по воздуху обратно, то ваш участок будет похож на трамвайное депо. В общем, единственное преимущество воздушного ввода, то есть цена, реализуется только в том случае, если у вас простая дача, без автоматических ворот, подсветки забора и всего подобного. В противном случае мудрить с воздушным вводом и некрасиво, и нецелесообразно. Да и есть ли смысл экономить? Ведь вы делаете это не на год и даже не на 10. Срок службы кабеля при правильной прокладке 30 лет. Можно сказать, закопал и забыл. И нет проблем с эстетикой, ледяными дождями, ветками деревьев и прочее, прочее, прочее. Ну что ж, с плюсами и минусами мы разобрались. Теперь интересное. Самые частые ошибки при подключении дома к электросети. И нет, я не буду рассказывать, как правильно проложить кабель под землей. Для этого есть правила устройства электроустановок, где в главе 2.3 это все прекрасно описано и не менялось уже много лет. Там и про пересечения с коммуникациями, и про глубину, и про защиту. Читайте на здоровье. Ну а если вы строите дом в Подмосковье, то лучше не тратьте время зря, а сразу заказывайте монтаж у нас. Мы вам все расскажем, покажем, спроектируем, посчитаем и грамотно смонтируем. Ну а для всех остальных я перечислю самые частые косяки, которые можно встретить при подключении дома к электросети. Про вот СИПа в дом я уже сказал, и исходя из этого, нетрудно догадаться, что и для подземного ввода тоже не каждый кабель подойдет. Чтобы вас не запутать, сразу скажу, что подземный ввод бывает в двух вариантах. Бронированным кабелем непосредственно, либо прокладка кабеля в трубе. С бронированным вы не ошибетесь, он именно для этого и предназначен. Главное, у него должен быть индекс НГЭЛС, если вы собираетесь вводить его в жилой дом. Ну а вот в трубу чего только не пихают. Мне будет проще сказать, что можно туда пихать, чем перечислять неправильные варианты. Итак, для подземной прокладки в трубе подходят классический ВВГ-НГЭЛС или, если вам нужен многопроволочный вариант, КГВВ-НГЭЛС. Также можно проложить алюминиевый АВВГ-НГЭЛС. Все остальное либо запрещено, либо вряд ли вам когда-нибудь пригодится. Отдельно отмечу, что никакой СИП, ПВС или ППГ прокладывать под землей ни в коем случае нельзя. Это как минимум прямое нарушение установленных производителем условий эксплуатации. Еще частой ошибкой является несоблюдение минимальных сечений кабеля. Это встречается, когда чудо-мастера делают подземный ввод, но при этом не делают разделение пен-проводника на опоре, а гонят под землей четырехжильный кабель. В правилах указано четко и ясно. Сечение пен-проводника должно быть не менее 10 квадратных миллиметров, если он медный, и не менее 16, если он из алюминия. То есть, если вам проложили под землей четырехжилку, ну это еще не беда, разделить пен-проводник можно и внутри дома, ничего в принципе не переделывая. Но вот если он еще и недостаточного сечения, то это стопроцентная переделка. Кстати, если вы подумали, что выбор бронированного кабеля как-то страхует от возможных ошибок, то вы тут не правы. Дело в том, что броню кабеля необходимо заземлять, причем обязательно с обоих его концов. Использовать для этого нужно пружины постоянного давления. Отсутствие заземления. Заземление кабеля только с одного конца. И приматывание заземляющего проводника на проволоку и изоленту. Все это грубейшее нарушение. Еще один очень распространенный косяк, это подключение СИПа напрямую к аппаратам защиты, без использования наконечников. Мало того, что СИП многопроволочный, он еще и алюминиевый. Подключение СИПа без наконечников, ну чуть ли не гарантирует, что он рано или поздно отгорит. Это классика. Для подключения СИПа применяются наконечники типа МШАЛ и гексагональный гидравлический пресс. Ну и закончить парад рукожопия я хочу необоснованным применением системы заземления ТТ. То, что я вам показывал, как пример разделения пен-проводника, это система заземления ТНЦС, когда пен-проводник объединяется с проводом от заземляющего устройства, и из этой точки выходят рабочие и защитные нулевые проводники. Так вот, система ТТ – это когда пен не разделяется, а несет только функцию рабочего нуля, а заземляющий проводник идет отдельно от заземляющего устройства и нигде с нулем не соединяется. Так вот, применить такую схему заземления в частном доме разрешено только если он питается от устаревшей неизолированной воздушной линии. Во всех остальных случаях мы обязаны применить систему ТН. При этом в системе ТТ абсолютно все потребители должны быть защищены устройствами дифференциального тока, а заземляющее устройство должно просто идеально работать в любое время года. И я очень сомневаюсь, что ребята, запихивающие СИП в автомат без наконечника или кидающий провод ПВС под землей, способны все это грамотно организовать. В общем, про косяки я могу рассказывать хоть до утра. Рано или поздно ролик надо заканчивать. Пока он не превратился из видео статьи в видео энциклопедию. Я думаю, что в комментариях вы напишите, какие еще нарушения вы встречали в счетах учета. Отдельный трэш это то, как выполняют подключение сами сотрудники снабжающих организаций. Но эти истории, думаю, опытные подписчики смогут рассказать сами. Ну а на этом у меня все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и заглянуть в нашу группу ВКонтакте. Спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда Гостплюс.